Вечернее собрание на смотровой площадке неподалеку от драматического театра имени Бориса Андреевича Лавренева знакомые и друзья погибших анонсировали среди своих в социальных сетях. Каково же было их удивление, когда к сбору средств присоединились десятки незнакомых людей. Люди разного возраста и статуса в толпе разыскивали координаторов акций и без лишних слов давали деньги для родных погибших. Примечательно, что несмотря на большое количество собравшихся, на площадке стояла тишина. Никому в этот тяжелый час не хотелось много и громко говорить. Все понимают, с каким горем пришлось столкнуться с семьям Анастасии Шевцовой и Вячеслава Мороза. Мы сегодня все здесь собрались, чтобы поддержать родственников погибших. Честно говоря, довольно трудно переживать такие утраты. В первую очередь и друзьям, и знакомым, тем более родственникам. Передать соболезнования, извиниться, наверное, за то, что они смогли уберечь. Уродов, видимо, что алкашей, которые думают, что им все можно, что они богатенькие люди, откупятся. Ребята погибли. Они нас не слышат, но Славик и Настя. Мы вас любили, хоть мы с вами и ссорились, дружили, общались, не общались. Мы вас все любили, мы не зря здесь все собрались. Услышьте нас. 15 марта Севастополь шокировала ужасная новость. Двое подростков были насмерть сбиты водителем внедорожника. Трагедия произошла около девяти вечера на проспекте генерала Мельника, неподалёку от памятной Триумфальной арки на въезде в город. В момент, когда компания друзей переходила пешеходный переход, на огромной скорости мчался чёрный джип «Рэндж Ровер». Удар был настолько сильный, что двух подростков отнесло на десятки метров. Скончались на месте. Прибывшие на место происшествия журналисты отметили, что улица, на которой произошла трагедия, была не освещена. Также экспертиза установила, что водитель в момент аварии был в нетрезвом состоянии. На следующий день после происшествия средством массовой информации стало известно предположительное имя водителя-убийцы. По словам губернатора Севастополя Сергея Миняйла, который цитирует агентство «Крыминформ», за рулём внедорожника сидел небезызвестный в городе Николай Соколов. Скандальный застройщик мыса Хрустальный и владелец разрушенной с 16-ти этажки. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Городские власти озаботились проблемой безопасности пешеходов. Сергей Миняйла предложил провести месячник безопасности дорожного движения. Контрольным мероприятием и проверкам на дорогах хотят привлечь добровольные народные дружины и общественников. Губернатор Севастополя пообещал выделить деньги на установку лежачих полицейских и дополнительную подсветку пешеходных переходов, а также увеличить присутствие полицейских на улицах. Плюс ко всему будут ужесточены требования к водителям относительно соблюдения правил дорожного движения. Отпевание погибших состоится в субботу 19 марта в Покровском соборе на Большой Морской. Начало в 10.30. Иван Клепачёв, Анатолий Паньков, Севен Форумбюро.